А где балет? Здесь. Давно? Да, уже 75 дней. Разрешите? А-а-а! Подожди! Ворочай! Спектакль рассказа Шукшина – это 8 небольших историй. Действие разворачивается в селе Сростки на родине автора рассказов. Сквозь юмор и иронию актеры выражают трагические ноты человеческих взаимоотношений. А сколько украдки взглядывал на жену и думал? Что делаем два дурака? Что делаем? Живут же вон другие люди. Чем вы хуже? Эх! Смотрели на выстрелы? Да все будем смотреть. Коль-то любил по долгу простаивающую хвост машины. Он любил смотреть на трактора, селки, комбайны. Мысли от машин перескакивали на родную деревню и начинало болеть душа. Коля, это жизнь. Руки они просто отзывкают. Душа высыхает. Научился пить старкашин. Дальше плохо. Коля! В каждом из персонажей зритель может узнать себя или своего знакомого. А некоторых из героев рассказов можно назвать чудаками. Людьми не от мира сего. Вы кино здесь, вы часто смотрите. А мы неделю два раза. Артисты к вам. Приезжай. Окей. Да вы чё-то без конца ездили, как собаки надоели. Жратвы тоже. Вот так. На протяжении спектакля герои Чулпан Хаматова Евгения Миронова примеряют на себя совершенно разные образы. Актёры живо и точно передают персонажи. К работе над ролью творческий коллектив подошёл основательно. Режиссёр Андрис Херманис очень такой латыший. Он всё-таки захотел по-настоящему войти в материал. Это при том, что мы до этого две недели репетировали уже спектакли, уже были какие-то намётки, представления, в каком ключе всё это будет развиваться. А потом мы поехали в Сростки. Во время поездки и знакомства с местными жителями родилась идея декорации к спектаклю. Решено было использовать портреты реальных жителей села Сростки. Насколько удалось передать атмосферу алтайской деревне, донести историю её жителей, как это задумал автор, можно было понять по овациям зрителей. Публика аплодировала стоя и долго не хотела отпускать актёров со сцены. Я видел много спектаклей всяких, но вот такого спектакля с такой уважительностью к человеку, к шукшину, и к слову, и к зрителю, ну, не знаю, давно не видел. К словам самих актёров, пьеса настолько универсальна, что в Чили, Париже и Леоне зрители воспринимали её одинаково. Публика смеётся и плачет в одних и тех же местах, независимо от возраста и национальности. Спектакль на одном дыхании, очень яркие персонажи и на самом деле просто блеск. Громкую славу Василию Шукшину принесли его работы в кино, но в первую очередь он прославился благодаря своему литературному таланту. В своих произведениях Шукшин лаконично и ёмко описывал русскую деревню. Выводил на первый план нравственные проблемы, русские национальные и общечеловеческие ценности. Спустя много лет его истории по-прежнему получают отклик в сердцах зрителей.